Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях российский общественный деятель, блогер, журналист, урбанист, известная в том числе вам персона Илья Варламов. Добрый день, Илья! Спасибо, что согласился поучаствовать в одном из наших новых выпусков серии интервью с известными деятелями, блогерами, урбанистами. Вот сейчас настало время. Ну и, наверное, в первую очередь тогда вопрос по специальности. Вы бывали в Беларуси, интересно было бы узнать мнение о Минске как специалиста по урбанистике. С Минском огромные проблемы, как, в принципе, с любым советским городом. Это если мы берем там все ваше наследие, и здесь все постсоветские города похожи, это нечеловеческий масштаб, это вот эти вот широченные проспекты, это огромные все вот эти вот расстояния. То есть Минск классно смотрится на советских открытках, когда ты смотришь на эти вот виды, что да, тебе там вау, там здорово, потрясающе, там классный город. Но когда ты там оказываешься человеком, ты понимаешь, что находиться там тебе некомфортно на этих улицах, что эти широкие проспекты. И здесь, я раньше рассказывал, это хорошо только для митингов. И теперь, да, и теперь действительно так получилось, что эти широкие проспекты, они хороши для митингов. То есть такая революционная урбанистика. Видимо, в советское время, когда закладывали эти проспекты, они думали, что должно быть место, где собраться большому количеству людей. Потому что где-то, не знаю, в европейских городах, как мы знаем, не всегда есть достаточно места, а есть прямо огромный простор для этого. И сейчас я вижу, как власти, они испытывают неудобства этой всей урбанистики своей, потому что невозможно все перекрывать, невозможно эти улицы там грамотно блокировать. Эти вот огромные открытые пространства, они, конечно, позволяют людям собираться, что не очень хорошо. Тут, кстати, можно вспомнить интересную историю с Москвой, когда у нас Манежную площадь застроили, перестроили. Говорят, это прямо Ельцин после того, как он увидел, сколько людей на Манежной площади смогло собраться в 1991 году, когда, говорят, полмиллиона собралось, и он сказал застроить Манежную площадь, чтобы под стенами Кремля больше такого количества людей никогда не собиралось. Вот, поэтому, я думаю, посмотрим, будет хороший повод после победы оппозиции реконструировать Минск, чтобы улицы были более человечные. Да, это первая история, то что Минск просто не масштабный, не масштабный, и это нужно исправлять, нужно переделывать. То, что касается новых проектов, их на самом деле не так много, не так много, что есть там обсуждать. Из того, что я помню, там какое-то безумие в центре, там строят какую-то отвратительную штуку, я забыл, как и называется, какие-то лукашенковские друзья, я так понял. Вообще-то Октябрьская, я так понимаю, речь. Вот как раз-таки второй вопрос был про специфику именно белорусских протестов и как влияют вот эти вот широкие улицы на вот эти протесты, на их природу, но, в принципе, ты уже ответил. А как роль пандемии, возможно, сыграла, какую роль пандемии сыграла в протестном движении, возможно, все-таки люди сплотились, когда Лукашенко не признавал вот это наличие коронавируса, когда он говорил, что нужно лечиться трактором, баней, полем и так далее. Может, все-таки люди благодаря этому начали понимать, что никто, кроме них самих, не сделает и страну, и свою жизнь лучше. Тут есть несколько факторов. Во-первых, во время любых там событий люди, даже далекие там от политики, и даже далекие там от того, чтобы следить там за повесткой, они начинают следить за новостями. Да, вот это вот первая такая проблема, да, то, что в обычной мирной жизни, когда все идет своим чередом, людей не затащишь к обсуждению новостей. Они обсуждают какие-то новые фильмы, я не знаю там, что у кого там, кто родился и так далее, а следить за какой-то политической, там, экономической повесткой, это неинтересно, это скучно, это сложно, да, в первую очередь. Поэтому люди за этим не следят. Когда начался коронавирус по всему миру, люди открыли ноутбуки, открыли свой смартфон и полезли на сайты новостей, полезли читать, а что же там все-таки происходит. У всех СМИ резко вырос трафик, я думаю, ты как человек, тоже близкий к медиа, увидел это и по своим ресурсам, то есть и появилась возможность для этих людей что-то доносить, потому что они искали ответы на разные вопросы и появилась возможность с этими людьми как-то коммуницировать. Конкретно пример Беларуси, когда Лукашенко начал отрицать коронавирус, рассказывал, что там надо лечиться водочкой, не знаю, там картошкой и еще чем-то. Мне кажется многие люди поняли, что многие люди, кто раньше доверял ему, кто раньше доверял власти, такой вот обычный электорат такой провластный, который привык к какой-то стабильности. Есть много людей, которые готовы не очень хорошую жизнь променять на то, что все спокойно, они защищены. У них есть какая-то стабильность, у них есть уверенность в завтрашнем дне, в России тоже, я думаю, здесь мы немножко по менталитету люди похожи и тоже такие люди есть. И вот мне кажется, в этот момент они увидели, что они брошены, они увидели, что власть, которая должна их там как-то защищать, она их защитить не может и они видят, что человек, на которого они как-то надеялись и возлагали, они относились к нему как батька, отец родной, что он их там спасет в сложную минуту, а он оказался не очень умным, странным персонажем, который говорил, что все нормально, а у тебя там соседи болеют, умирают и ничего нельзя сделать. Мне кажется, конечно, это сыграло с ним такую не очень хорошую историю и многие люди, наверное, от него отвернулись. Ну, по крайней мере, если бы представить на секунду, что я сошел с ума, я был бы фанатом Лукашенко, я бы переосмыслил к нему свое отношение после этого. Как в России медийное сообщество, да и в целом люди, ну, понятно, что больше такая часть образованная, интеллигентная, которая следит за тем, что происходит, как на них повлияли белорусские протесты, это стало каким-то примером, потому что я слышал много мнений, что если даже белорусы уже вышли, то пора начинать выходить и отставить свои права, или все-таки, ну, были протесты и были? Во-первых, нужно понимать, что ваши новости, они ворвались как в нашу информационную повестку и стали такой важной ее частью, да, то есть не обсуждать то, что происходит в Беларуси, игнорировать это просто невозможно, если даже там на бытовом уровне, вот, и, ну, опять же, у меня там нет статистики, но по вашим телеграм-каналам, я думаю, там довольно значительная часть, это именно российская аудитория, не только белорусы, но и много россиян, потому что, ну, за этим все следят, на бытовом уровне я не видел, чтобы кто-то как-то массово проводил там аналоги, да, что вот мы там следующий, да, или как-то вот что, можно ли так у нас или нельзя у нас, да, у нас скорее на эту историю смотрят как на некое будущее, да, то, что с Путиным будет там в 24 году, да, потому что, если там проводить аналогии, то вот как от Лукашенко уже устали, как он уже достал даже там тех, кто, казалось бы, всегда будет там за него или тем, кому все равно, да, то есть у вас не осталось равнодушных людей, у вас нет людей, кто стоит в стороне и говорит, ну, меня там все устраивает, да, сейчас сложно оставаться в стороне, потому что, ну, просто-просто надоел, и вот эта вот усталость от Путина, даже у электората, который, его электорат, да, который не оппозиционный электорат, она присутствует и белорусские события, они позволяют нам как-то заглянуть уже в свое будущее, да, что будет там в 24 году. Здесь, конечно, важно, как это повлияет, как эти протесты повлияют на Путина, увидит ли он себя в сегодняшнем Лукашенко и сделает ли он для себя какие-то правильные выводы, что все-таки там за власть держать, держаться не нужно. Вот, а так, конечно, у нас все следят, вся адекватная аудитория, да, все поддерживают белорусов, за Лукашенко открыто, я не понял вообще, чтобы, ну, при личном обществе поддержать Лукашенко нельзя, то есть это, видим, где-то есть какие-то шабаши там на Первом канале, где они там делают странные вещи, но вообще там среди всех моих знакомых, среди всех журналистов, ну, все поддерживают белорусов, поддерживают протест. Восприятие Беларуси зачастую было связано именно с личностью Лукашенко, и может сейчас что-то изменилось, может сейчас, если говорить о Беларуси, в понимании массового такого обывателя, это уже не только будет Лукашенко, картошка, там, трактор, а и люди, которые сражаются за свои права, то есть, может сейчас уже образ Лукашенко будет так отделяться от Беларуси, и люди начнут понимать, что это, что Беларусь это не Лукашенко. Действительно, да, ты правильно говоришь, да, что есть определенные стереотипы, ну, есть прямо, блядь, совсем такой вот кондовый стереотип, ну, это какие-то вот добрые, там, милые люди, там, ездят на тракторе, картошка, там, Лукашенко, колхозы, порядок, застывший Советский Союз, и вот, ну, это обычно у тех, кто не был в Беларуси, смотрят его, в основном, по телевизору, да, потому что это тот образ, который насаживается, ну, в том числе и белорусской пропагандой, российской пропагандой, что показывают такие вот, идеальный, страна-колхоз, да, страна-идеальный колхоз. Когда ты приезжаешь в Минск, да, ты видишь, что ситуация немножко отличается, что это есть очень много, ну, совершенно нормальная молодежь прогрессивная, потом, ну, нельзя ваше вот это вот IT-чудо, да, кучу компаний, известных на весь мир, которые там делают классные продукты, что вообще никак не ассоциируется с Лукашенко, и не может с ним ассоциироваться. Мы видим там некоторые классные проекты, в том числе и по архитектуре, и как там город может развиваться, и на самом деле, я не думаю, что у российской молодежи вот эти вот лубочные представления о Беларуси остались, они остались, скорее, у такого старшего поколения, но теперь, конечно, все поменялось, да, теперь, конечно, мы видим белорусов совершенно других на место тех вот таких безвольных, да, говорят, что белорусы, они последние вообще выйдут, вот среди всех вот постсоветских республик, они последние выйдут на митинги, будут как-то отстаивать свои права. А теперь мы видим совершенно другую историю, теперь мы видим людей, которые не просто вышли, да, которые выходят три месяца, три месяца, это, я не знаю, там французские эти желтые жилеты сдались, слились там, ну, и все как-то там ослабло, в Гонконге, когда были эти протесты, тоже там долго проходили, тоже они как-то пошли на спад, а в Беларуси мы видим, что люди три месяца выходят, и не только в Минске, во всех городах, что меняются форматы акций, что все больше людей присоединяются, и, конечно, это совершенно необычная для, там, российского зрителя, для российского обывателя картина, да, как, а что так можно было, а что так можно отстаивать свои права, и, конечно, русские будут учиться у белорусов в плане отстаивания своих прав. Действительно, белорусы выходят вот уже три месяца, чего только не было за это время, уже и детали водометов разбирали, и давали отпор бандитам в балаклавах, но, тем не менее, Лукашенко пока еще у власти, и что делать дальше, как победить? Конечно, у каждого свой взгляд на это, но вот интересно было бы твое узнать. Слушай, у меня нету, ну, есть, наверное, сейчас многие люди, особенно сторонние наблюдатели, да, они говорят, ну, чего вот вы делаете, нужно там вот покрышки, нужно там коктейли молота, нужны камни там вот, ну, нужно взять вот и вот раз, или посмотрите, как киргизы, да, пришли там, сломали ворота, вынесли все, вот за один день там решили вопрос. Я как медийный человек, я как журналист, да, я не могу, это всегда удобно говорить, когда ты сидишь вот где-то, где-то там далеко, да, вот ты как пульт по телевизору, типа хочу больше жести, да, так, дайте мне жесть, там, хочу вот это, вот. Это немножко, на мой взгляд, неправильно, я никогда никого не призываю идти на какие-то риски, это все-таки личный выбор каждого, да, это немножко неправильно с моей стороны такое говорить. Вот, мне кажется, с точки зрения там тактики и то, что делают белорусы, они делают правильно, потому что самое главное, да, если мы сейчас вернемся в август, если мы сейчас вернемся вот к первым дням протеста, то там беспрецедентная жестокость, да, тот террор, который Лукашенко развернул против белорусов, все эти избиения, резиновые пули, убийства мирных людей, они были, понятно, спланированы, они были, они их явно обсуждали, он явно там в начале августа там собрался перед выборами со всеми этими своими ментами, да, и дал им указания, и я уверен, что когда они все это дело обсуждали, они говорили, так, ну смотрите, сейчас выйдут люди, они выйдут там с палками, с покрышками, с коктейлями Молотова, а вы им ответите и всех, и мы сейчас всех прессанем. Но вышли совершенно мирные люди, вышли люди, которые не разбили ни одно стекло, не сожгли там ни одной машине, вышли совершенно корректные мирные люди, которые вышли отсадить свои гражданские права, и вот они столкнулись с этой агрессией, и после этого у них же все и захлебнулось. Когда увидели, что против мирных людей, которые ничего не делают, идет такая жестокость, когда идет такой просто откровенный террор против народа, да, это сломало, как раз Лукашенко сломало весь его план по жесткому подавлению, и они теперь сидят, и они реально не знают, что делать, потому что, ну что, да, вот, с этим не получилось, с этим не получилось, люди продолжают выходить, и мне кажется, вот эта вот тактика именно такого принципиально мирного протеста, но настойчивого, да, мирный, мирный, это не значит, что сейчас все пойдут там по домам, да, мирный, но настойчивый, он в данном случае гораздо эффективнее, потому что мериться силой с Лукашенко, с его озверевшими ментами, со всем остальным, это история, я не уверен, что она приведет к чему-то там хорошему и правильному, а вот мериться в настойчивости, в адекватности и в массовости, это здесь как раз то, в чем белорусская позиция гораздо сильнее Лукашенко, и то, чему Лукашенко просто нечего противопоставить, он там что-то кудахчет, да, его вот эти вот клоуны там, мы сейчас начнем стрелять, мы сейчас начнем то-то, да, и понятно, что они не начнут стрелять, потому что стрелять ты можешь начать, когда, ну, когда это есть какие-то основания, и видно, что они вот там что-то бряцкают своими оружиями, а сделать ничего не могут, и вот это вот то, что происходит, мне кажется, очень правильно, и вот эта тактика должна рано или поздно закончиться победой. Будем надеяться, а что делать после победы, в какую сторону идти, изменится ли отношение вот к Беларуси у россиян, у России, если вдруг беларусы выберут более политический курс, ну, сменят, да, ориентацию на Европу там, или, ну, что-то другое, как будет реагировать в России, потому что пропаганда очень-очень резко на это реагирует. Да, ну, здесь надо вспомнить уроки Майдана, те самые, да, мы с тобой обсуждаем методички, да, уроки Майдана. Конечно, я понимаю, да, люди всегда на это реагируют там по-разному, да, что нужно понимать, что Беларусь, она страна не самостоятельная, в том плане, что она небольшая, и она зависит и от России, она зависит и от Европы, она зависит и от Прибалтики, она зависит от своего окружения. И невозможно не учитывать фактор той же самой России, и одна из, вообще, на мой взгляд, главных ошибок Майдана, да, она была в том, что лидеры этого Майдана, они сказали, у нас Украина, мы независим, мы делаем, что мы хотим, и нам вообще плевать там на Россию, на все остальное, да. Ну, потом пришел Путин и начал у них войну. Вот вопрос тактический, да, а может, все-таки надо было, речь не о каком-то присмыкании, да, я же не говорю о том, что он сейчас Путину на поклон припался, нет, конечно. Просто нужно учитывать, да, что есть там определенные интересы, и нужно как-то планировать там дальнейшие действия. На мой взгляд, то, что сегодня делает там белорусская оппозиция в плане контактов с Россией, она делает совершенно корректно, они говорят, что да, мы будем контактировать, да, у нас мы за партнерство, и ничего там такого нет, и я уверен, что отношения, я очень надеюсь, да, что Россия, российская пропаганда, не сделает нас врагами. Хотя, опять же, вспоминая опыт Украины, такое, к сожалению, возможно, когда за несколько месяцев и с помощью пропаганды, и с помощью политических действий просто поссорили два народа, люди начали друг друга ненавидеть, вплоть до того, что некоторые начали сходить с ума, ехать там с оружием воевать в Украину, в Донбасс. Вот, поэтому, конечно, нужно учитывать фактор России, и я надеюсь, белорусская оппозиция, она будет действовать там более мудро, и будет, ища там общий язык с Европой, не будет забывать там и про Россию, и все-таки как-то будет идти какой-то диалог. Ну, и здесь, опять же, да, ты меня спрашивал про Россию, меня, на самом деле, в этой истории больше всего удивляет позиция России. Позиция России, как государство, которое почему-то делает ставку на Лукашенко, хотя, я не знаю, надо сходить к букмекерам, букмекеры обычно хорошо чувствуют, да, вообще, ну, как сейчас можно делать ставку на Лукашенко, как сейчас не можно о чем-то договариваться, видя вообще, ну, все, что он ведет. И я бы на месте Кремля просто первым бы давно уже пошел к белорусской оппозиции, первый бы начал с ними уже вести диалог, первый бы начал, не знаю, давать там политическое убежище белорусам, которые подвергаются репрессиями в Беларуси, то есть, почему люди сейчас уезжают в Литву, почему они уезжают в Польшу? Нужно было первым сказать, ребята, приезжайте в Москву, мы вам все обеспечим, у нас все будет замечательно, и в этом плане, конечно, ни в коем случае нельзя ругаться с белорусским народом. Но у нас почему-то Кремль делает ставку на Лукашенко, что меня, конечно, пугает, я надеюсь, что после того, как Лукашенко уйдет, после того, как Лукашенко пойдет под суд, и наша пропаганда, она не будет делать из белорусов врагов, и все-таки у нас будут какие-то мирные партнерские отношения. Ну тогда и последний вопрос, вот как раз по поводу этой ярой пропаганды, которая в последнее время была, ну уже в крайней степени такой враждебности, про польских кукловодов, про Америку, которая спонсирует эти все протесты, про злых белорусов-экстремистов, которые ходят, поджигают участки и милицию. Как на это реагировать, игнорировать, как-то контрпропаганду делать, или просто, опять же, понять и простить? Я бы, если ты включаешь первый канал, можно включить, как реагировать на пропаганду на белорусском телевидении. Ты включаешь, а там тебе то же самое рассказывают. Ну, как ты реагируешь? Ну, люди обычно смеются, ну, потому что люди видят там то, что происходит. Люди обычно смеются и не обращают внимания, и не относятся к этому как-то серьезно. Понятно, что в Беларуси делать это проще, потому что все видят, что происходит. Когда человек выглядывает за окно, он видит, кто выходит, видит, почему выходит. Мне кажется, сложно сегодня найти белоруса, кто бы либо сам никогда не выходил, либо не имел друзей, либо родственников, кто бы не выходил, и здесь, мне кажется, объяснять ничего не нужно. И я не думаю, что там ваша пропаганда как-то влияет на белорусов. Проблема действительно, да, там российская пропаганда, она влияет на Россию, она влияет на наших граждан, потому что люди не так внимательно следят за тем, что у вас происходит. Поэтому нужно просто доносить свою позицию, показывать то, что на самом деле происходит, рассказывать об этом. Чем вы, кстати, неплохо занимаетесь, опять же, да, вот это вот медийное белорусское чудо, о котором хотелось бы тоже поговорить, да, потом. Вот, это как раз такой вот пример, как создаются какие-то альтернативные источники информации. А так ничего с ней не сделаешь. Но здесь надо понимать, что она как включилась, этот рубильник, да, там, они этот говномет включили, так же он выключится, и опять все будет нормально. Будем надеяться, спасибо большое за это интервью, будем надеяться, что все будет хорошо, и через некоторое время все вместе встретимся в Минске и посидим, поговорим еще раз. Да, конечно. Спасибо, Илья. Спасибо тебе. Удачи. Пока. Пока. На этом сегодня все. Если вы хотите продолжение такого формата, пишите Навальному в личное сообщение, чтобы согласился на интервью. А я с вами на данный момент прощаюсь. Не забывайте оставлять комментарии, ставить пальцы вверх, делиться видео с друзьями, тогда оно выйдет в тренды и больше людей узнает об этом. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова